Здравствуйте, друзья! Информация от администрации Анапы, от названия которой вас просто бомбанет. Вместо жилых домов построят рекреационный комплекс. Я читаю с официального ресурса, поэтому не подумайте, что я тут пытаюсь хайпануть. На заседании инвецштаба обсудили масштабный проект по строительству в районе ЖД вокзала Анапы, курортного многофункционального комплекса, гостиниц Лучи. На свободной застройке земли, принадлежащей инвестору, могли появиться жилые многоэтажки, но бизнес сделал выбор в пользу развития курорта. На этом участке несколько лет назад планировалось построить многоквартирный жилой комплекс. И благодарен инвестору, что он переориентировал проект, подчеркнул мэр Василий Швец. Для Анапы стратегически важно усиление санаторно-курортной и гостиничной составляющей. Проект будет реализован в рамках первого в России договора о комплексном развитии территории – санаторно-курортной отрасли. Он предусматривает строительство гостиниц класса 3 и 4 звезд, спортивно-оздоровительного аквацентра, ресторанов и других объектов, привлечение крупных международных операторов, создание порядка 3000 рабочих мест. Инвестор планирует серьезные финансовые вложения в городскую инфраструктуру и создание благоустроенных территорий, открытых для жителей и гостей города-курорта. Также обсуждалось строительство транспортного узла, который объединит ЖД и автовокзалы. Включить перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта и всю необходимую инфраструктуру. Давайте вот с последним. О том, что ЖД-вокзал надо объединить с автовокзалом, у нас администрация говорит уже очень давно. Но монитория соцсети, я читал такие комментарии, о которых люди пишут, что многие ездят в Краснодар учиться, им, допустим, этот автовокзал больше нужен в Анапе. И многие граждане, которые не могут получить у нас в Анапе в полном объеме медицинскую помощь, также с помощью этих автобусов ездят в Краснодар. Но вы понимаете, что у них если со здоровьем плохо, то им будет тяжело добраться из Анапы до автовокзала или ЖД-вокзала в тот район, а потом оттуда уехать. Поэтому просили оставить хотя бы для межгороднего сообщения, может быть, дополнительно сделать там какую-то остановку автовокзала. Люди об этом говорят. Хотя администрация говорит об обратном, что перекрывают автобусы у нас улицы города. Но действительно она постоит даже сейчас постоянно в пробках, с этим не поспоришь. По поводу объектов, которые с доступом для людей. Например, мои подписчики пишут, что в Сочи на Сорчий парк-отель можно получить доступ, но за деньги. И то же самое, как нам говорят, для доступа людей. Вот на примере в том же самом Джимате застраиваемых дюн. Построился там вроде бы красивый такой комплекс на пляже, который, кстати, сейчас не убрали, что мешает естественной миграции песка и нарушает еще действующий план благоустройства города-курорта Анапы. Вот можно пройти. Каждому желающему можно пройти. Но только за это надо заплатить 600 рублей за лежак. А так отдыхать не хочу. Ну, просто вот такие вот новости. В любом случае, комплекс на развитие территории впервые в России, в Анапе запускается. Спасибо за просмотр, друзья. Поддержите комментариям, лайком, дизлайком. Ну, и обязательно поделитесь со своими друзьями, чтобы все знали, что к нам пришло. КРТ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok